Девушки отдыхают Утром, 28 ноября 1941 года, стоял невыносимый воронц Наш третий бригадный стрелковый батальон разориноточился среди укреплений Мешки с песком установили на снеговых наступах Несколько рядов противотанковых ежей стояли на опушке леса Золдаты курили в укрытиях и тихонько переговорились Отстоять Москву! Отстоять Москву! Это мысль, мол, у каждого из нас! Неприятель показался! Ночью фашисты обошли канал по льду и окружили нашу батарею Солдаты, бросая на бегу огурки, побежали и начали открывать ответный огонь Прозвучал приказ сменить огневую позицию, а наша пушка осталась прикрывать Вместе с нами остался и наш командир По нам прошелся смерч из вражеских пуль Огонь! Закричал командир! Первый залп по бронемашине заполыхало! Огонь! Закричал командир! Второй залп из танка вывалил черный дым! Огонь! Продолжал кричать командир! Огонь! 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 И вдруг кто-то спросил, а что если нас в плен возьмут? Блин! Смерти ранен! Огонь! кричал командир! У меня уже не было времени на раздумья Меня как под гипнозом кинул к ящику со снарядами Буквально за одну секунду я подтянула его И пушка снова заработала Мы стреляли по цели почти в упор Немцы побежали назад, а наши солдаты погнали их обратно С криком в атаку! В конце декабря в газете «Ны разгром врага» в статье «Премьерные артиллеристы» писали Что под руководством младшего лейтенанта Лермонтова Было выпущено больше 400 снарядов Было убито более 200 немецких солдат и офицеров Именно здесь, на этой высоте Наступление вермахта на Москву Загрынулось Запомните, что у порога дорогой крови дыма крови не несет Здесь в 41-м участке С победоносником 45-м участке Расскорный народ С победоносником 45-м участке Аплодисменты Встреча с Каналом С победоносником 45-м участке Встреча с Каналом Встреча с Каналом Продолжение следует...